Приветствую вас! Вот и закончились новогодние праздники. Но так хочется, чтобы чувство, что вот-вот что-то произойдет необыкновенное, еще долго не покидало. Ведущие вирусологи считают возможным конец пандемии уже в этом году. А до этого в Грузии на 16 января за сутки выявлено более 5500 случаев заражения ковидом. Скончались 24 пациента. Саблист сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе в финале победил представителя России Камиля Ибрагимова и стал победителем на этапе Кубка мира. 17 января на этапе Кубка мира мужская сборная Грузии в командном соревновании встретится с командой Саудовской Аравии, а женская с Азербайджаном. Грузинский сумоист Тотиносин одержал четвертую победу на турнире Хацубасё в Токио, а грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, заняли четвертое место на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Таллине. Грузинский технический университет, ранее носивший название ГПИ, Грузинский политехнический институт, который был основан в 1922 году, празднует 100-летний юбилей. Российский корабль, вошедший в Гавань-Батуми, не может покинуть из-за сильного шторма территориальные воды Грузии. Грузинским морским специалистам вместе с экипажем корабля удалось развернуть судно в сторону моря и поставить на якорь. Сейчас судно ожидает погрузки. Служба госбезопасности Грузии объявила тендер на закупку суперсовременной, подглядывающей и подслушивающей аппаратуры. Грузинская оппозиция опасается, что с помощью этой аппаратуры усилится преследование политических оппонентов. Потом и проводится реставрация бронзовой статуи царевной волшебницы Медеи, дочери царя Калхиды Ээта, которая по греческой мифологии влюбилась в Ясона, помогла ему украсть золотое руно и бежала с ним из Калхиды в Грецию. Руке Медея держит золотое руно, а ее взгляд устремлен к морю, где по легенде Калхиде подплывал корабль с аргонавтом и Ясоном. Золотое находится на площади Европы в Атоме. Удачи всем вам!